всем привет это домашняя серия связи с карантином все сидят дома я тоже решил записать домашнее видео решил вспомнить девяностик свой первый как что было как я его привез как катался есть видосы фотки короче решил немного вспомнить так сказать поднять архивы сейчас вы будете видеть запись с экрана тут у меня вот в папке есть все файлы но они короче разбросаны я буду выбирать поэтому будут склейки изначально предыстория девяностика такая что я его привез на коробке с японии распилом сварил и катался на зминке ну и в общем вот есть фотки как я его собрал такой вот он был вот еще фотка крылья я уже поставил во владивостоке потому что там те которые у меня стояли крылья пострадали немножко в дтп на зминке кстати про него тоже будет видео такой вот был короче марк колеса были сиркай перед 8 зад 9 вот на фотках как раз таки эти колеса выхлоп я не помню какой был моему там была прямая трасса и это бочка холон егор со своей машиной мечтает овешки это его вышка зеленая была фотка с мокрой тренировки ехал заправлялся на зминке как всегда на этой заправке роснефть тут вот на фотке видно дтп про который я говорил почему собственно крылья поменяли тут тоже видно на фотке фару разбил крыло загнул остальное все целое опять на развале назвал это моя любимая тема постоянно ездил настраивал что-то менял пробовал искал зацеп потому что колеса стирались не полностью ставил новые рычаги вот там вот зеленые стоят видно здесь варварским способом вырезал бампер масло заливал короче enius 1040 полусинтетика это было там самое дешевое масло которое заливал просто ехал потому что мотор сопливил там где-то выдал прокладку или чем короче мотор был весь в масле внизу меня это особо не парило я просто доливал масло ехал дальше чуть еще по подкапотке в принципе есть больше ничего не переделывал поставил масло помойку буст контроллер который не работал там накручиваешь ему пофиг он килограмм давил и больше не ехал из такого пайп креди стоял верхней и больше ничего все по стоку такой вот стилек летом был цурикава кстати пришла с японии на этом марке она до сих пор есть как-то пришло время обслужить редуктор и я очень был удивлен когда его снял там стояла блокировка я почему-то думал что там торсен и думал типа нифига торсен хорошо едет катался на нем горе не знал вообще вот это самая лютая блокировка которая мне было мне очень понравилось это был либо куска либо касса скорее всего это было куска блокировал вообще офигенно прям самый топовый редуктор который мы только был здесь по-моему я как раз таки выворот мутил что там собирал опять я на развале ну это нормальная тема люблю развал постоянно езжу только чуть сбила сразу поехал как один усатый парень любит то вот фотка выворота сколько добавилось но выворота на самом деле было мало потому что стояли гражданские сошки и кастерный рычаг и по-моему 7 с половиной было кастера ну выворота как бы не хватало в каких-то моментах но зато машина была в углах очень быстро можно было легко догонять сейчас будут видосы как раз таки покажу то фотка со стоянки когда у меня сломалась коробка причем сломалась по такой тупой вине японцы которые его любил дел вот фотки пошли коробки короче предыстория коробки такая что все работало идеально все включала все было четко но в один прекрасный момент у меня стали не дотыкаться передачи вот диски сцепления то вот новый я купил а это вот мой который был бы ушный уже я его менял и когда коробку снял решил еще поставить новее потому что ставил бы ушку денег не было такой вот новый диск короче вот мои шестеренки сейчас покажу что там было вот это вот шайба которая ставится внутри коробки она короче просто развалилась вот в этом месте она стоит и я здесь подолбила это по моему первая передача если не ошибаюсь естественно синхроны там поломала короче ситуация на валу стоят шестеренки там какой-то стоял шплинт который это все держит шплинта в японии не поставили я не знаю почему может он там выпал но мастер сказал что там ничего не было и шплинт не поставили и у меня когда я втыкал передачи у меня все шестеренки сдвигались по оси из-за этого было не до включения ну и я так ездил какое-то время мы убил коробку ремонт не стал по моему в 30 тысяч что-то где-то вот так но я поменял получается вилку первую передачу синхронизатор какие-то подшипники по моему даже поменяли в общем на тот кон 2015 год это было приемлемо сейчас на 1050 это все бы стоило а то и больше потому что раньше коробку было ребилдить 5000 ас вот недавно делали 8 цены как бы поднялись такой вот у меня горький опыт был со 154 коробкой если бы я знал что так все может сложиться я бы сразу конечно поехал снял но так как я не знал опыта не было я катался до того момента пока у меня не перестанет вообще включаться у меня включалась если на ходу едешь вообще четко включалась а вот именно с места когда на месте стоишь она не дотыкалась не доставала вилка тут я фотал датчик грэди я поставил на температуру воды весь изрезался пока его поставил но ничего зато стоит вот фотка как мы снимали коробку спасибо семену который помогал мне снимать ее ну а тут мы уже ставим коробку на подъемнике с тем же самым все мы короче этот крэш это самый глупый вообще крэш который мне был вошел я в азарт тут вот замяло все полностью крыло короче вошел в азарт сбивал такие маленькие колесики от картинга они стояли стопочкой и в одном из таких колесиков был залит бетон я просто сбиваю получается бетонный камень и мне все это мнет но я потом выстучал там потихой вроде более-менее было но было обидно это тоже больной крэш такой в самое больное место это получается ребро задней арки выпрямляли очень сложно но короче такое место вообще прям неприятно в общем вот так вот сделали по металлу все натянули осталось только зашпаклевать а это вот сзади где ударился бетонное колесо здесь конечно без боли не взглянешь кстати это вот мой первый опыт покраски машины как раз таки в пятнадцатом году я решил покрасить сам себе марка потому что китайцы покрасить ничего нормально не могли тогда я думаю а чем я хуже чем китайцы ну и решил попробовать в общем видно да все перешпаклевал все вмятинки там переход кстати у меня на крышу был не знаю это короче машина перламутр и и очень сложно было сделать просто супер нереально с тем учетом что света в этом помещении вообще не было в общем здесь перетер здесь все тоже перетер все видно мазал шкурил здесь освещение получается было вот чтобы понимали там вот лампа стоит и все так вот я его заклеивал учет тут пытался сделать вот такое освещение у меня было переход по перламутру там кузовщики проверьте нормально вообще эту горбатого налепил это просто жесть реально просто же сейчас вспоминаю как это было топалево как я вот это ребро выводил это что-то с чем-то просто даже говорить не буду ну короче это было жестко но я сделал больше такого я не буду делать это результат уже по моему покрашенный взял я машинку полирольку и вот полировал да это вот уже готовый результат ну короче скажу так для первого опыта около первого это просто идеальный результат потому что я попал в цвет лучше чем китайцы мне красили до этого когда собирали распил причем они перекрашивали два раза ни разу не попали я попал ну плюс-минус одинаково я не делал переплыл на двери переход если бы я это сделал то может быть там что-то было бы около получилось сейчас дальше фотки будут видно будет с этой стороны тоже тут все перешпаклевывал переделывал в общем потом я тачку продал это вот уже фотки моего друга он его затонировал вот здесь получается красилась вот эта часть дверь и вот переход на фотке понятно дело не видно но в живую тоже было очень плохо видно прям вообще плохо вот фотки вот получается заднее крыло и вот эта дверь встык то есть я красил дверь уже не красилась но по сути дела на фотке не видно в живую там прям ну реально оттенок был все равно это перламутр и ты его никак не покрасишь но покрасил лучше чем китайцы короче вот такой вот он был потом тонированный вот здесь видно по цвету отличие получается крыло и дверь но по-моему я крыло не красил не помню точно по моему не красил хотя не вот скорее всего крыло и заднее крыло я красил потому что видно что двери немного темнее с этого ракурса как раз таки видно хозяин авто смотрит не может нарадоваться на свой автомобиль который он приобрел уточню этот марк я поменял на черный который потом я строил этот на фиолетовых дисках на каркасе мы поменялись ключами были свои моменты но короче вот этот марк это вот первый потом 2 был черный за ним вот про черный сейчас будет тоже история кому интересно посмотрите не знаю сколько видео выйдет минут на 30 ну это история как бы и нужно под записать так сказать для потомка поэтому я решился записать это видео тут дальше фотки пошли со зминки как я катался это как раз таки сема который мне помогал коробку делать всем спасибо еще раз мы тут короче мчим куда-то летим на воротах тут я у штурвала не помню что за фотка это первые номера которые на нем были чтобы передвигаться что-то я по-моему бочку переваривал или что-то делал не помню уже поставил я прямой впуск думал что это ништяк тема и вот ездил на такой железной сеточки представляю какое там было масло ну естественно было черное сразу я менял но это было и не с 10 40 тут еще какие-то фотки а тут я получается бампер вырезал вижу по вот этой части делал под кулер тут короче еще видосы у меня есть я покажу сейчас некоторые такие вот проявлены кто-то до конца видео не заснял там вроде перекладка такая нормальная была скоростной конфиг я 3 прикольно было то что я катался за опытными пилотами быстро набирался опыта я понимал как ехать куда ехать и вообще быстро прогрессировал покатавшись неделю на этом марке я понял что сток для меня уже не едет мне хотелось больше но много но в итоге через четыре года только я пришел к тому что у меня есть турбина есть мозги и машина как бы едет мощнее но сейчас другие уже запросы там уже идет разговор о 205 колесе расширение базы и так далее но тогда на тот момент я думал блин надо больше мощности но я даже не знал сколько нужно денег и какой нужен подход чтобы машина реально поехала мощно вот у нас даже тройнички тут были качество конечно оставляет делать лучше кстати есть видео где лучше качество сейчас покажу вот есть видосы с иксом с ним кстати плотно тренировались меняли ну прям давал себе подъехать и он ко мне подъезжал я к нему подъезжал короче круто с ним вообще катались у типа был миссал и вообще было пофигу на кузов ну в принципе мне тоже было пофигу ну так не совсем ну короче я ехал на все бабки вот он ко мне но у меня не догонял походу может заезд просто неудачный хотя он говорил что легко к тебе мы подъезжаю знаю что тут вроде не подъел и были конечно же крэши я как раз специально это видео сразу выделил вот оно видео короче мы стояли втроем я должен был ехать 3 черный 1 и вот марк 2 почему-то я поехал 1 не помню почему что-то я стартанул они за мной поехали и оставлюсь у меня получается максимальный выбор от не хватает и чайзер приезжает меня тут не видно на видео но в салоне меня нормально так тряхануло короче вы у чайзера был башбар и сейчас покажу последствия этого крэша короче вот они фотки чайзера как видно башбар и он получается башбаром не прям в левое крыло кстати внимательно обратили это 90 купе это реально 90 кузов чувак просто обрезал сделал купеху не знаю он там что-то плохо ехал куда-то вообще не ехал каркас у него там варен что-то кстати последнее время под пропал не видно его было но это реально 90 купе в владивостоке такой есть до вернемся к моему 90 по повреждениям такие вот моменты это я уже его восстановил короче подстучал капот тут вытер всякую фигню я даже есть видос сейчас покажу вот он короче видос я еще тогда был начинающим блогером говорю что боевые крещения прошли помял крыло самое обидно короче это диск сейчас вот я не знаю на видео видно вот в этом месте где сейчас мышкой вожу если видно там короче пошла трещина это оригинал сиркай очень жалко было я подворил они кстати ходили так я и продал наваренном диске и все это случилось за одну тренировку мне начисали бочину и пнули меня в диск в gtr диск кстати диски вроде крепкий но меня подвели покажу попозже фару разбил крыло и капот кусочек вот видно на видео короче первый крэш первое такое крещение боевое прям прошел его запомнил записал но короче осталось на видео остального как бы такого ничего не было ну и потом я уже без фары катался на тренировке как раз видео с этой тренировкой силе очень быстро я вообще всех догоняла некомфортно ехать видно что убирается у меня даже такая вот фоточка есть с пареньком с камчатки лёха козлов вот он тут приезжал к нам короче я за ним увязался на марке думать дай-ка я поеду ага поехал лёха куда-то в космос там улетел от меня и все больше я легко не видел ну короче тут много видосов и в принципе можно поискать туда же есть влажная тренировка когда я приехал в зминку и понял что влага это вообще не мое абсолютно ехать не могу сейчас видно будет на перекладке такой типа чтобы не развернуться отпускаю газ и выпрямляюсь в этом моменте ну и поехал куда-то там короче влага это вообще не мое особенно после сухого это вот первая влага вообще первая тренировка мне очень не понравилось я негодовал говорю больше никогда не поеду по влаге нафиг она надо на самом деле тренирует моторик вот это сцепление газ сцепление газ ручник отрабатывать чувствовать машину короче ездить я вообще не мог психовал мне не нравилось мне хотелось дыма скорости перекладки на вот это все когда машина чувствительна от этого чё куда я тут поехал ну и тут это запытался куда-то вообще просто никуда не ехал вот опять такая же перекладка вялая с отпусканием газа короче тут много видосов вот еще один видос включу с салона обратите внимание кулиса переключения паук как в жигулях стояла удобно кстати было ездить не двигался руль оригинал посмотрите на отзыв руля как рулем машины просто отпускаю и он сам крутится куда надо ручником добавляю сейчас перемотаю на стандартный конфиг вот разгон пошел вторая передача постановка где-то около сотки вот я лечу полчаса в дугу в первую проезжая зрительский сейчас будет перекладка на руль смотрите вот на перекладке просто отпускаешь рулем сам докручивается и очень последний перекладка идеально вообще просто тачка рулилась просто ну это самая лучшая машина которая я управлял реально за все время она рулилась просто предсказуемо ехала ну короче идеальный конфликт для меня и сейчас на альтезе пытаюсь такой же повторить только с широкой базой и вот мы кстати с альтезе едем там много сил он сказал близко к нему не подъезжать я просто за ним проехал так лайтово альтеза кстати мощная там что-то турбина стояла какой-то мозг наверно кто бы мог подумать что я тоже на альтезе как раз таки на мощной буду кататься никто не знал вот так вот бывает короче ну чё еще про девяностик сказать естественно это был распил и судьба у него какая должна быть судьба у него была обыкновенная поехала на разборку разобрали его кстати распорка грэди вверх стояла разобрали его полностью я с него что-то успел купить что-то не успел хотя в руль кстати забрать не получилось в общем разобрали девяностик а следующая история будет про черный девяностик ну и начнем историю про черный девяностик самого начала самой покупки сейчас я покажу как я его купил правда мало фоток было но я фотографировал старался такой вот был девяностик когда только его забрал короче он на 154 на торсоне на тт-шном моторе он был ровный по документам у него были проблемы ставили люк причем ставил хозяин по документам с этим же люком я его и оформлял то есть никаких проблем с гаи не было еще как оказалось у него была распилена морда за чашками но это уж потом выяснилось в процессе эксплуатации но мне как бы особо выбора не было я дал распил получается на цельный кузов до неподготовленный убитые ушатанный но я все потом сделал дальнейшее видео все покажет такой короче его забрал весь он матовый китайцы просто покрасили хреново потом к этим китайцам поехали они все переделывали пороги бумекс задний стоковый обвес капот бн спорт передний тоже бумекс салон зеленые твешки колеса т-37 семнашки там какие-то вообще умотанные и фары у него кастомные были он сам делал там дальше с фотки будут вот короче фотки от бывшего хозяина это он китайцам загнал и мы его делали вот переваривали крышу ему тут по стойкам кстати крыша была целая не знаю зачем это сделали ну типа решили наверное что с люком будет ему лучше короче переваривали крышу причем прикол в том что я к этим китайцам приезжал и стоял этот девяностик я еще такое думаю дай-ка я посмотрю номер запомню беру в салоне номер запоминаю этот номер и говорю блин не купить бы этот девяностик типа по случайности и такое вот стечение обстоятельства девяностик становится мой реально и потом как узналось что я его реально узнал еще тогда что он сделал этих китайцев мы к ним приезжали там что-то узнавали тоже что-то красить короче такая вот у нас в Владивостоке движуха это фотки бывшего хозяина это вот он мотор с коробкой покупал все китом полностью ставил вот это как раз таки он этих китайцев стоит это еще стоковая крыша по-моему было ничего не переварено то урэс кстати он был завода вот короче кастом фар пошел это вот сам хозяин это делал ну видимо ему нравилось там все переделывать вот грешный мотор достал поставил турбомотор то все фотки он не скидывал вот получается я к этим же китайцам приехал с наездом что они очень хреново покрасили эта фотка была кстати продавал фары фары сразу отлетели я их поменял на стоковые на причем хорошие очень стоковые капот как видно тоже да не уже не стоит ни бн бн капот я поменял на стоковый и мне еще 5000 доплатили чтобы понимали сейчас этот бн капот ну я не знаю только любителям каким-то нам нужен да я еще должен был за стоковый доплатить вот тут видно кружки это все косяки которые китайцы допустили то есть все везде где подорвало я все отметить отмечал кружками спойлер тоже я поставил сразу сказал покрасить такой вот ствол штатный спойлер я снял продал крылья просто примерял то есть это кого вырезано это чисто под примерку было тут вот косяки видно тоже на крыле какие-то были здесь вот шпаклевка сдулась на крыле короче все было сделано очень плохо просто человека дал кучу денег а ему сделали очень плохо короче хорошо что все переделали переделали почти за бесплатно но естественно под моим контролем за мои материалы потому что китайские материалы это на пол месяца на месяц и все это опять отвалится такие вот фотки когда он его забирал тоже на фарах он был то вот он еще скидывал в общем что было дальше вот такие вот моменты неприятные на крыльях на задних все это вскрывала все это показывалось китайцы это все переделали максимально не по колхозному потому что я каждый день приезжал, контролировал их. Грубо говоря, жил там. Вот такая была подкапотка. Запомните подкапотку обязательно. Кстати, оригинальные датчики DeFi стояли из приятного. Я их потом поставил в Altezo и потом я их, короче, продал. Сейчас они там в другом марке, тоже 90-ки, кстати. Здесь ничего такого примечательного, да? Ну, запомните просто подкапотку, какая она была. Это, кстати, косяки по капоту я фотал, чтобы они все это переделывали. Купил я стойки, короче. 12K, джик. После этого джик вообще никому не советую. Никогда не покупайте, потому что они не ремонтопригодные. Точнее, их можно сделать ремонтными, но это очень дорого и они очень мягкие. Короче, мне очень не понравились. Не рекомендую. Вот такая вот здесь бабка с крылом приключилась, китайская. Все это вскрывали, делали. Стойки поставил. Максимально верх его задрал. Это я, короче, в ГАИ собирался. Вот я приехал в ГАИ его оформлять своим ходом, причем оформлял. Оформил все отлично. Загнали на яму, посмотрели. Типа все окей. Поставил его сразу на учет на себя, поменял номера, ПТС. Вот он в ГАИ стоит, красавец. И в этот момент я начал готовить ГТРы как раз-таки из того белого марка, потому что марка белого я дал на серкаях. У ГТРов была одна проблема. Два луча лопнуло. Мне их заварили, я их думал, зашпаклю и сделаю, и буду кататься. Я их помыл, отмыл. Вот это до, вот это после. Диски я покрасил в аква цвет. Хотел что-то ближе к голубому аква. Короче, на фотках один цвет, в жизни другой. Вообще, цвет офигенный получился, мне понравилось. На фотках как бы не передать. Тут, короче, китайцы делали полностью всю бочину, перетягивали, также крыло перешпаклевывали. С этой стороны тоже все перешпаклевывали, все переделывали. Короче, вот китайцы мне вот так все делали в круг. Вот он уже покрашенный и под лаком. Лак японский брал, лично привозил им, чтобы они его покрасили. Вот так я накрывал машину в боксе, потому что они красили и все, я седала на машине. Я, короче, накрывал тачку на каждый день. Вот так вот это было. Тут идет полировка. Полировал сам первый раз. Короче, полировал три дня тремя пастами. Я замучился его полировать. Ну, тут, конечно, на фотках не видно. Сейчас видно, что здесь косяки. Короче, результатом я был доволен. То есть, я сделал максимально как я мог на тот момент, как я понимал. Дальше он мне, короче, заехал в гараж. Я начал с него снимать шумку всякую, фигню. Полез под капотку делать. Кулису я посмотрел, какая у меня там стояла ТРД кулиса. Модная. Как бы укоротили просто, ребята. Пришлось новую покупать. Купил трассу вот такую вот, Регу. Вот я приехал на переварку. Короче, вот мне сняли и поставили Регу. Регу топ, кстати. Мне понравилось. Начал ставить колеса и выворот. Все поставил, опустили машину, а колеса, получается, в арке. То есть, слишком низко сделали. Прям вообще. Такой вот развал получился, я не знаю, градусов 8. Вот, нулевиком тут хвастаюсь. В середине постройки я понял, что 90-й салон уже не реанимировать, и надо ставить 100-й салон. Поэтому было решено ставить 100-й печку. Сейчас как раз-таки на фотке стоит 100-я печка. Вот, получается, под капотка преображается. Я тут покрасил телевизор частично. По лонжеронам была такая беда, он просто был сварен, и внутри никак не усилен. Это вот я распилил квадратик, чтобы там его внутри усилить, чтобы его не рвало. Вот беда лонжеронов. Тут, короче, лопнула шпаклевка. Хотя оформлялся я прям так, и никаких вопросов не было. Но мне просто чисто эстетически это не нравилось. Я все зачистил, шпаклевку отбил. Причем с двух сторон. Все снял, сломал там. Все, что было, отковырял. Вот до голого металла все зачистил. Вот эти все места я проварил. Вот здесь видно на фотках все проварено. По максимуму зачистил. Тут тоже шов все проварил. Это я проводку тут убирал. Тоже под капотом делал все. Аккуратно. Такая вот у меня проводка получилась красивая. Шумка там была в марке просто нереальная. Вот это на фотках как раз-таки это шумка. Я не знаю, это двери какие-то проклеивать. Короче, весь марк был ей проклеен. Ее хрен сдерешь, она вся остается. Ну, с горем пополам я ее снял. Так вот полностью все отодрал. И проклеивал другой шумкой. Ну и получается вернулся я к процессу подготовления чашек, чтобы это было не видно. Все полностью зашпаклевал, перетер. Сразу чашку полностью все не заклеил, думал покрасить переходом. В итоге получилась горбатая шляпа, перекрашивал потом чашку. Вот здесь все подготовлено. Вот так все здесь это выглядит. Все промазал гермитосом, как по заводу почти. И покрасил сначала грунтом черным, потом сверху глянец. И вот уже глянец высохший, и туда же пыль потихо есть. Ну и после этого я понял, что переход вот тут на чашки беспонтовый. И пришлось красить обе чашки. Вот так все заклеивал. Ну и еще телевизор, естественно. Короче, вот так вот я его выкрасил. Все сделал. Вот он собирался уже к сезону. Надо было покрасить бампер. Здесь все было вырезано. Кулер был уже установлен. Все аккуратненько сделано. Остался только салон и покрасить бампер. Вот это уже почти я выезжаю. Собираюсь выезжать. Первый выезд. Все подготовил. Подкачался. Но салон еще не был собран. Надо было ставить салон. Осталось дело за малым, думал я. И начал пихать сотый салон. Вот фоточка задней ходовки. Как раз таки на него я уже купил задние тяги. Задний стабилизатор тюнинный у меня стоял. Спереди тоже тюнинный стаб стоял. Ну и вот так я сращивал, получается, косу сотую с 90-х, чтобы у меня работал климат. Это был просто ужас, ад. Такое никому не посоветую. Особенно начинающим электрикам, таким как я, который там просто ничего не понимал. Запутался в этих макаронах. И там просто по одному проводку в день собирал. Но в итоге я все собрал. И все заработал. Даже свинг работал. Вот так вот встала панелька сотая. Коробка здесь все это. Салон был по кайфу собран. Осталось только дверные карты. Подумал я и начал собирать дверные карты. Вот она уже стоит вроде все. Отлично. Куча всего подпилил. Тяги там, не тяги. Пульты. Короче, просто геморрой. Сотый салон в 90-х. Это не очень легко. Особенно если ты хочешь делать не по колхозу. Вот что было по передней ходовке. Получается сошка с переносом. Теншин регулируемый. И ТРД. По-моему это ТРД стабилизатор. Точно не помню. Так вот я красил в гараже. Начинал, так сказать. Тут опять полировочные моменты пошли. Вот я уже собрал, получается, бампер поставил. Пороги. Первый выезд за город был. В общем, дальше салон был собран. Поставил я каркас. Покрасил. Вот так выглядел салон изнутри. Висела Цюрикава как раз таки, которая пришла на том марке японская. Вот так выглядела подкапотка. Все красивенькое, чистенькое, целенькое. Также я красил диски потом. Перешкуривал, красил. Вот они такие получились. Фиолетовый каркас, фиолетовые диски. Диски назывались At-Tetch. Ширина была 8,9. Так вот он смотрелся на этих дисках. Дальше о печальном. Что стало с 90-тиком? Попал я в яму. Вот видео. Согнуло диск. Зазоры ушли на крыле на капоте. Но это еще фигня. Это я в следующий день, когда начал снимать, я просто офигел. Причем ехал я на прямых колесах километров на 40, наверное. То есть не дрифтил, ничего такого не было. Просто упал в яму. Вот видео. Вся вот эта красота, которую я делал. Шпаклевку там сдирал. Все вот это. Все пошло по бороде. Все лопнуло. В общем, вот видео самое главное. Это порвался лонжерон. То есть часть лонжерона до теншина просто оторвала. Потому что он был хреново приварен. Я показывал видео, где квадратик вырезал, усиливал этот момент. Короче, ехал хорошо, дымил, все ништяк. Но мне не нравилось, как он рулился. То есть девяностик белый намного лучше был. Короче, есть такие видосики. На фуникулере. Хулиганю я чуть-чуть. Через коррекции, на ручниках там, ну, это понятно. Смотрелся очень хорошо. Прям, мне очень нравилось. Прям, девяностик такой, прям, хороший. Тоже по снофу, где на сотке. Примерно так же, как и на белом марке. Но единственное, мне не нравилось, говорю, на нем рулежка. Что-то не так рулилась. Руль булава закусывала. Масло 125. Поехали. Да, остановился. Ну и после кольца третий рабочий, где помял себе лонжерон, думаю, надо выставлять на продажу. Выложил его за 500 тысяч. В принципе, цена была адекватная, с учетом того, что не знать там нюансов по кузову, да, то, что там мялось, ломалось. Но самый прикол в том, что машину посмотрели всего один раз. И всех этих моментов, как бы, ну, не видно было. То есть человек просто хотел посмотреть, ну и так, короче, не купил. Больше звонков не было. Что-то никто не покупает. Думаю, что делать. Может быть, в разбор, в разбор жалко. И тут случается со мной ситуация непредвиденная. Я просто цепляюсь мордой. Причем цепляюсь хорошо. На фото видно. В общем, минус радиатор кое. Минус кулер. Минус передний бампер. Минус губа. Минус фара. Минус капот. Телевизор. Ну, короче, вся вот эта красота, которая у меня здесь была, которую я выводил, старался, делал. Все пошло по... Сами знаете чему. Я достаю мотор, коробку, все продаю. Соты, салон, каркас, ковши, редуктор, трассу. Короче, все полностью продается с машины. Остается ходовка с V-шки стоковая, турбо-тормоза и кузов люкатый. Все, больше у меня ничего нету. Никто ничего не покупает. И тут начинается новая история. Как раз-таки она есть на YouTube. Как мы едем, покупаем донора и собираем этого марка. И получается вот такой вот ствол. Atma 2.5. И продал я его, не помню, за сколько. Ну, вот, короче, фотки его. Естественно, нужно было там подварить немножко морду. Все это все сделал. Сам подкрасил там где-то что-то. И такая вот история печальная, так сказать, с 90-ком закончилась. 90-к был хороший, но у него были болячки. То есть у него уже были уставшие кости отпиленные. Поэтому я, собственно, его продавал. Потому что, ну, я, типа, не хотел себе машину такую оставлять. Все вот эти кузовные покраски от китайцев, ну, все это начинало потихонечку лупиться. Там где-то краска местами полезла. Мне это все не нравилось. Как бы со стороны этого вообще видно не было. Но я чисто для себя хотел, чтобы было все целое. А 90-ков живых, ну, даже на сегодняшний день я не видел. Одного, может быть, видел. И то не факт, что он прям живой. Потому что, ну, не везде я его смотрел. Надеюсь, кому-то это было интересно. Снимал видео так, чтобы можно было посмотреть, вспомнить, как оно было. Естественно, это все сжато. Там большие рассказы я не рассказывал, как что было. Но было весело. Вот, кстати, фотка, как я его собрал. Потом покрасил морду, усилил с двух сторон. Единственный косяк, это вот здесь перекладина была потихо подмята. Такая вот история получилась. Я понимаю, что она не краткая. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не болейте. Скоро выйду с карантина и начну строить ультезу. Субтитры сделал DimaTorzok